А сейчас новости спорта. Рубрика Латкарина «Спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Дипос», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Торжественное открытие спортивного зала Дворца культуры «Мир». 25 декабря в Латкаринском ДК «Мир» прошла праздничная церемония открытия спортивного зала после ремонта. Директор ДК «Мир» Вера Игнатьева отметила, что долгожданный ремонт и открытие спортивного зала стало прекрасным новогодним подарком для всех коллективов ДК и выразила благодарность главе города Евгению Серегину за помощь в проведении ремонта. Евгений Викторович пожелал успехов и процветания спортивным и творческим коллективам Дворца культуры. Я все-таки хочу вас в предыдущем душе поблагодарить за то, что вы действительно занимаетесь спортом, стремитесь к чем-то достичь своей жизни, ну а вы и администрация будет вас поддерживать и команду. Как меня души вас поздравляют с наступающим душе нового года. Желаю здоровья, счастья, добра, успехов и замечательного благого настроения. С праздником! Не обошлось и без концертной программы, в которой свои таланты великолепно продемонстрировали учащиеся театра танца Винцера, секции Тхэквондо и акробатической студии Проформа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После концерта дети обратились к главе города с благодарностью. Подарили Евгению Викторовичу статуэтку тхеквандиста и мяч с автографами и пожеланиями всех участников выступавших коллективов. Новый современный спортивный зал, оснащенный комфортными раздевалками, душевыми и тренерскими комнатами, теперь открыт 7 дней в неделю с утра и до вечера. Занимаются в спортзале участники секции тхеквандо, самбо, йоги, древнерусской женской гимнастики, акробатической студии Проформ, театра танца Винцера и других танцевальных коллективов. Первенство города Лыткарина по художественной гимнастике. 24 декабря в Лыткарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошло первенство отделения «Дюсш» города Лыткарина по художественной гимнастике. В соревнованиях приняло участие более 50 юных гимнасток. В зависимости от возраста и умений участницы соревновались по программам от 3-го юношеского разряда до мастера спорта. Обручи, мечи, булавы, ленты, скакалки – все эти предметы художницы изящно использовали в своих выступлениях, продемонстрировав отличную спортивную подготовку. Художественная гимнастика – это гармоничное сочетание искусства и спорта. Это не только ловкость, сила и выносливость. Благодаря унаследованной от балета связи с музыкой и хореографией, она требует от спортсменок чувства ритма, музыкальности, вырабатывает тонкую координацию и выразительность движений, способствует эстетическому воспитанию гимнасток. Победителями первенства стали Рябикова София, Афонина Дарья, Дмитриева Настя, Котова Дарья, Карасева Александра, Христос Настя, Дмитриева Татьяна, Сысоева Елена, Красакова Елизавета и Сапегина Ксения. Редактор субтитров А.Семкин Награждение провел заместитель главы администрации города Лыткарина Антон Уткин. Победителям соревнований были вручены кубки, медали и грамоты, а призеры соревнований награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Директор дюши Александр Еремеев отметил лучших гимнасток и тренеров дипломами. Победителям субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Открытое первенство города Лыткарина по простейшим авиамоделям. 28 декабря в спортивном комплексе «Кристалл» прошло ежегодное открытое первенство города Лыткарина по простейшим авиамоделям в классе «Метательный планер». Центр детского творчества «Искатель» и Лыткаринский авиамодельный клуб при поддержке администрации города Лыткарина и компании «Старатели» проводят первенство уже восьмой год подряд. В первенстве приняли участие 42 юных авиатора из четырех команд. Мальчишки и девчонки своими руками сделали авиамодели и запускали их. У каждого участника первенства было по три попытки запустить свою модель максимально далеко. Под чутким контролем судейского корпуса, в состав которого вошли матерые авиамоделисты Сергей Александров, Вячеслав Смирнов, Валерий Коробков и Андрей Губанов, и под аплодисменты родителей начались соревнования. Лыткарина представляли две команды – «Искатель-1» под руководством Бориса Дмитриева и «Искатель-2» – тренер Михаил Картавенков. В гости к лыткаринцам приехали две московские команды – «Метеор» и «Моделист» из Чертанова. Специальным гостем первенства стал авиамоделист-шоумен Алексей Сенченко, который выступил с показательной программой пилотирования радиоуправляемых авиамоделей, продемонстрировав филигранную технику управления самолетом весом в 160 грамм. В перерывах между турами великолепные танцевальные номера показали участники танцевального коллектива «Дрим Тим» под руководством Светланы Деевой. «Д Kris» под руководством Светланы Деевой. Продолжение следует... Как летает и как снимает квадрокоптер юным авиаторам показали Игорь Коробков и Сергей Александров. Продолжение следует... Третье место занял Андрей Хозяйкин. Второй стала Брюлева Анастасия. Первое место занял Никита Бечерев. Новости футбола. Юношеские баталии на снегу. 27 декабря в Латкарине на стадионе «Полет» прошло три матча зимнего первенства Люберецкого района среди юношеских команд. Первыми играли юниоры 2000 года рождения, тренер Евгений Вольперт. Соперниками наших были футболисты из команды «Пионер» Раменское. Латкаринцы не сразу смогли привыкнуть к специфике игры на снегу и пропустили два гола. Однако смогли собраться и победить со счетом 9-4. По хит-трику на свой счет записали Даниил Алексеев и Григорий Кочин. Дублем отметился Павел Большагин. Единожды поразил ворота соперников Кирилл Козлов. Следом играли юноши-дюши ФК Латкарина 2002 года рождения, тренер Алексей Садов, против команды ФК Домодедова. Игра у Латкаринцев не заладилась, поэтому наши юниоры уступили со счетом 0-3. Последний матч дня проходил с участием футболистов 2004 года рождения. Под руководством Алексея Садова наши юниоры вновь уступили со счетом 1-4. Гол нашей команды забил Матвей Букиевский. Новости футбола. Новогодний турнир Дюш. 28 декабря в Латкарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний открытый мини-футбольный турнир Дюш города Латкарина среди команд 2005 года рождения. При неистовой поддержке родителей и тренеров победу в турнире одержала команда Дюш-Котельники. Второе место досталось команде «Трудовые резервы» из Москвы. Третье место команде «Латкарина-1» тренер Владимир Шитов. Ну а четвертое команде «Латкарина-2». Все участники турнира получили медали, а лучшие игроки – призы и кубки. Лучшим игроком в команде «Латкарина-1» стал Вальнер Егор. В команде «Латкарина-2» ухваткин Виталий. Лучшим защитником турнира признан латкаринец Купарисов Даниил. Открытый новогодний турнир «Дюш-города Латкарина» по баскетболу. 29 декабря в Латкарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний турнир по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. В турнире приняли участие 4 команды – «Дюш-Латкарина», «Дюш-Шреутов», «Сдюшор-Балашиха» и «Сдюш-Солнечногорск». Финал пробились латкаринцы и солнечногорцы. В упорной борьбе со счетом 31-26 победили гости. Латкаринцы стали вторыми, а третье место заняли баскетболисты из Реутова. Все участники турнира были награждены медалями и кубками. Новости баскетбола. Новогодний турнир в «Кристалле». 27 декабря в Латкарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний баскетбольный турнир. Из-за погодных условий и пробок команда из Подольска не смогла добраться в Латкарина, поэтому в соревновании приняли участие лишь две команды – «БК Кристалл» и «БК Котельники». С первых минут матча латкаринцы продемонстрировали настрой на победу, сразу захватив инициативу и увеличивая очковый отрыв. В ходе игры преимущество Латкарина лишь подрастало. В итоге «Кристалл» был сильнее со счетом 83-57 и стал победителем турнира. Косте зона «БК Кристалл» Лучшим игроком нашей команды был признан Евгений Борсков. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Лэдкарина спортивная» компания «МГИПОС», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Роман Завьялов, Алексей Устинов, Александр Тестов. Телеканал «Лэдкарин».